Т, точность. Привет, друзья, вы на канале Коверба ТСА. И сегодня в этот зимний теплый день, как это ни странно, да еще буквально три дня назад у нас было минус 20, а сейчас плюс 3. И вот мы решили воспользоваться этим моментом и снять небольшой пистолетный выпуск про достаточно необычные пистолеты, потому что, как правило, на нашем канале вы видите всегда какие-то топовые спортивные изделия, а вот сегодня мы решили вас познакомить с бюджетным сегментом такого среднестатического американского пистолета, потому что, как показывает статистика продаж, американцы не все покупают, не то чтобы не все, далеко не все покупают дорогие пистолеты и Glock по меркам США это уже такой, ну как бы среднедорогой пистолет, потому что большинство пользователей носит всякие дешевые поделки на тему пистолетов, как бы там в ценовом диапазоне 250-350 долларов, и самый продаваемый пистолет оказывается самым дешевым, как это ни странно. Но мы не в солнечной Калифорнии, мы сегодня в солнечном Тыброве, в Ленинской области, на нашем стрельбище ССК Сокол, потому выходим из тех реалий, которые у нас есть. Сегодня на тест нам удалось перетянуть 5 пистолетов от компании Ruger и от компании Diamondback. Да-да-да, именно тот Diamondback, который делает дешевые бюджетные карабины, довольно таки неплохого качества, они также делают пистолеты. И сегодня у нас на обзоре два пистолета, я вам показываю, да, можно подумать, что вы здесь все увидели, каких здесь два пистолета. Короче, поверьте, здесь два пистолета от компании Diamondback, и мы их рассмотрим очень тщательно. Итак, давайте начнем с любой коробки, потому выпуск у нас сегодня такой в стиле анбоксинг. Достанем самую большую коробку от компании Ruger, и первым на тесте у нас будет такой себе американский Макаров, американский страйкер по-макаровски, я бы сказал. Ruger EC9S. Это семизарядный, если я не ошибаюсь, да, семизарядный пистолет, который имеет автоматический и не автоматический предохранители. Я прошу прощения за солнцем, но по-другому мы как бы стрельбище не развернем. Да, автоматический и не автоматический предохранитель. Что касается, а, нифига себе, он даже имеет достаточно бесполезную кнопку снятия затворной задержки, там, где обычно, а не по-макаровски, кнопку сброса магазина, и вот, собственно, смотрим спуск. Спуск такой длинный, достаточно длинный. Это оружие, специальные приспособления не регулируемые, специальные приспособления выфрезерены вместе с затвором, насечки только с задней стороны. Это, ну, вопрос, понимаете, подходить к этому пистолету серьезно я бы не стал, потому что, ну, серьезно я имею в виду в обзоре, потому что это оружие последнего шанса. То есть, оружие, которое, вот, можно поместить в карман, к примеру, да, и на фоне, вот, Чизеты в кабуре и Ruger в кармане его практически не видно. То есть, его, это оружие, который помещается в карман штанов, грубо говоря, вот. Соответственно, этот формат, этот формат, чем нам интересен, тем, что вот как раз такого формата, такого плана пистолеты очень популярны, как оружие постоянного ношения с собой, обычными гражданскими людьми. Давайте перейдем сразу к следующей модели, то есть, Ruger EC9S, пистолет последнего шанса, или дежурный пистолет в дамской сумочке, такой себе, как Аровин или Браунинг в 21 веке. Следующий пистолет, который у нас будет представлен, это Ruger SR9, это уже полноразмерный фуллсайз пистолет, это такой страйкер по-американски, то те страйкеры, которые предшествовали, вот, SR9, те страйкеры, которые предшествовали уже современным моделями, в современных, скажем, которые уже были созданы с оглядкой или под влиянием Глока, а вот этот пистолет, еще самобытнее достаточно, пести, который был сделан Ruger'ом для того, чтобы тоже заполнить нишу дежурных пистолетов, дьюти пистолетов, которые, скажем, имеют такое полицейское, в основном полицейское предназначение. Что примечательного в этом пистолете? Форма у него, во-первых, что мне нравится, он очень похож в профиль, вот если чуть-чуть, конечно, сделать ручку уже, на ЧЗП-10Ф. ЧЗП-10Ф вы неоднократно видели и слышали об этом на моем канале, один из моих, наверное, не один из моих, а самый мой любимый страйкер. Имеет, что примечательного? Рукоятка достаточно узкая, она именно узкая. Тыльник рукояти прорезиненный, не прорезиненный, это резина, это резина. Я подозреваю, что он съемный, да, он съемный, и, кстати, это очень хорошее решение. Наверное, на автомаркете такие вещи продаются. Пластиковая рамка, ну, вот прям вот серьезный очень вивер. Я вообще не знаю, что сюда можно поставить, мне кажется, это сделано только еще в эпоху понимания того, что такое вивер, просто для того, чтобы было. Из интересного, двухсторонняя кнопка сброса магазина, обратите внимание, амбидекстрная сразу же в базе. Обратите внимание, где находится на магазине само отверстие, которое фиксирует, за счет которого фиксируется магазин. Да, магазин у нас 10-зарядный, это какой-то такой РЗАЦ-образец, я подозреваю, что это связано с какими-то экспортными ограничениями на эту модель. Двухсторонний, не автоматический предохранитель, вот он. Кнопка сброса затворной задержки, к сожалению, не двухсторонняя, слишком много я хочу от пистолета с такого формата, она только под правшу. Что касается, кстати, сразу еще один момент хочу вам сказать. Да, засечки только с задней стороны, такой из полинских размеров зуб экстрактора, это просто нечто. Индикатор наличия патронов-патронники, не взведение, а именно наличие патронов-патронников. Когда мы зарядим этот пистолет, я вам покажу, как он работает. Достаточно такие, ну, простенькие прицельные приспособления, очень громоздкие с одной стороны, а с другой стороны простенькие, они съемные. Подозреваю, что опять же таки в США можно найти на них какой-то автомаркет, но не у нас. Из примечательных вещей еще ствол в нержавейке, спуск имеет автоматический предохранитель, обратите ваше внимание, обращаю ваше внимание, как он работает. Ну, честно говоря, я как-то не впечатлен. После срыва слишком большой короткий, слишком большой ход именно после срыва. Будет интересно с него пострелять, безусловно, но мы переходим к следующему пистолету. Следующая модель, у нас модель от компании Ruger Security 9, это конкурент пистолета Glock 19. Почему 19-го? Потому что 17-го он, ну, явно не по размеру. Имеет 15-ти зарядный магазин, в комплекте их два. Слайд-стоппер, сразу бросается в глаза, что такое слайд-стоппер. Вот он, неподвижная часть это. Сменные официальные приспособления, которые, к слову, тоже достаточно громоздкие, но выполнены в классическом стиле, а-ля Glock. Со стороны это видно по-другому, но когда мы смотрим прицельные, действительно, ощущается влияние Glock. Имеет автоматический и неавтоматический предохранитель. Автоматический предохранитель, вот он. Неавтоматический предохранитель, только под правшу. Кнопка сброса магазина, не знаю, или может переставляться на левую сторону, но, тем не менее, она только, в данном случае, только, опять же-таки, под правшу. Что касается спуска, спуск у нас, ну, спуск уже неплох. Уже неплох. Кстати, по-глоковски такой, дребезжащий после срыва. Примечательно в этом пистолете что? Тоже полимерная пластиковая рамка, есть насечки в передней части затвора, и так вот издалека он уже, как бы, явно выполнен с оглядкой на современные тенденции пистолетостроения в отношении, там, дежурных, компактных пистолетов постоянного ношения. Переходим к непосредственно уже к более дешевым вещам. Это пистолет от компании Diamondback, а именно одноименная модель с карабином пистолетного калибра PCC Diamondback DB9. Выглядит, конечно, немножко это все стремно, да? Ну, я вам скажу так, откровенно, так же стремно эта вся штука и стреляет, потому что этот малыш выполнен в калибре 9х19, имеет шестизарядный магазин, имеет даже кнопку сброса затворной задержки, разбирается так же, как ГЛОК, прицельные ГЛОКовские, абсолютно ГЛОКовские прицельные, то есть их можно поменять потом на какой-нибудь страйк, страйк индустрии или Тругла, вот. Ну, как бы вам сказать, я даже не знаю, с чем его сравнить. Наверное, с Фортом 9х10, полимерная рамка, вот он еще меньше, чем тот пистолет, о котором мы говорили, еще более незаметен, но за счет такой мощной отдачи достаточно неприятно стреляет, неприятно ощущается в руках. Спуску, у него вообще никакого предохранителя нету, вот у него холостой ход спуска, а вот непосредственно срыв. Но, поймите правильно, из этих пистолетов не стреляют на спортивных соревнованиях, этот пистолет служит для того, чтобы, грубо говоря, достать и стрелять с такой дистанции, потому плевать, честно говоря, какие там прицельные будут, я вообще, наверное, бы их с этого пистолета снял. Вот это действительно оружие последнего шанса. Мы обязательно с него постреляем. Боже, как мило, есть даже пятки, которые увеличивают емкость магазина. А нет, не увеличивает емкость, я вам сказал неправду, которая немножко меняет хват. И последний пистолет из этой линейки, которых мы сегодня будем рассматривать, это пистолет Diamondback, как он называется, АМ. А полное его название – Diamondback АМ2. Это пистолет класса Субкомпакт. Это уже даже нечто меньше, нежели, это уже, наверное, Глок 20-х серий. Да, опять же, уже, как мы уже видели ранее, запирание такое же, как у Глока. Есть, как по-смитвайсоновски, есть индикатор наличия патронов в патроннике выполнен простым отверстием. Сменные прицельные приспособления. Автоматический предохранитель. Кнопка сброса затворной задержки. Опять-таки, достаточно большой, что бросается в глаза зуб экстрактора. Насечки впереди и сзади. Это мне уже нравится, на самом деле. Кнопка сброса магазина. Она, насколько мне известно, переставляется. Магазины, не знаю, чем взаимозаменяемые. Ну, вот, к примеру, 12-зарядный магазин. Вот это 12-зарядный пистолет, да? И по габаритам меньше, чем упомянутый Ford 12. А это уже 15-зарядный магазин для большой компании. Ну, вдруг у вас, ваше развлечение, как бы, точнее, ваше празднование окажется неприятным для большой компании, поэтому заправляйте сразу такой магазин с такой ручкой. Ну, и когда эта штука вся стоит в кобуре, выглядит это все очень солидно. Такой. Раз. Ну, не видят, не видят дульный срез, люди могут подумать, что здесь какой-то, ну, почти Desert Eagle, Reglock 34, Combat Master из фильма Джон Уик. Ну, а на самом деле здесь АМ-2. Ну, в общем, тем не менее, мы обязательно постреляем из этого изделия и расскажем вам свое ощущение. Пока я просто отставлю ЧЗС, чтобы он нам не мешал. Давайте предложу формат такой. Сначала мы стреляем на точность из этих пистолетов. Ну, какую точность? Относительную точность из этих пистолетов на 25-27 метров. Смотрим, сможем ли мы вообще попасть из чего-то, потому что из этих курсов и обрезков я не уверен, что мы сможем это сделать. А потом уже немножко простреляем в динамике. Я уже вам опишу такие моменты, как ощущение пистолета, контроль отдачи, контроль прицельной линии, ощущение от спуска. Ну, и общая эргономика пистолета в целом. И после этого мы уже сделаем какие-то выводы. Так что не переключайтесь, мы заряжаемся, а вы следите за нашим выпуском. В первом списке у нас пистолет ЕСЕ-9С. Соответственно, начнем мы с него, так как мы начали уже обзорить его. Здесь дистанция до мишени чуть-чуть больше, чем 25. Ну, прицельно примитивные, но отдача достаточно сильная. Такой. Вообще не понимаю, куда я попал. Не попал. А есть попадание все четыре. Ну, супер группы не ждем, пошли. Я вам покажу. Спуск у него такой себе. Но, тем не менее, тем не менее, все пять плюх прилетели на 25 метров. И даже с этими убогими прицельными приспособлениями за счет боеприпаса, если бы это был бы с такой анатомией пистолет под другой калибр, более слабый, я не уверен, что это бы прилетело так, как прилетело сюда. В общем, попасть сложно, но можно. Сразу берем следующую модель, Ruger SR-9. По-моему, мы снимали второй ее и отстреливаем точно так же на этих 25 метров. Так, вот этот пистолет 25 метров. Не вижу вообще, куда. Ну, пошли смотреть, короче, я не вижу попаданий. Первый, я вообще не понял, куда я стрянул, скорее всего, сорвал. В общем, пистолет может стрелять, я просто, опять же, знаете, как переключаться от спуска к спуску достаточно сложно, а здесь спуск длинноват и вынуждает стрелять немножко по-другому. Ну, прицельные посмотрим, как себя покажут прицельные, но потому что говорить о контроле пистолета по пятим выстрелам, это как бы смешно. Ну, убогие, убогие достаточно прицельные. Но опять же, мы должны понимать, что пистолет этот, что называется, не для спорта, этот пистолет дежурный и как бы всю свою жизнь, скорее всего, он будет проводить в кабуре у владельца или в бардачке машины, а периодически выезжать на стрельбище в лучшем случае. Потому в руках он достаточно приятный, отдача у него контролируема. Ну, посмотрим, опять же, как это покажет себя в динамике. Следующий пистолет у нас Security 9. Вот он. Заряжаемся. Так, расстояние. Плевать. Идем. Вот это был первый выстрел, потому что я, опять же, не привык к спуску. А здесь немножко пришел в себя. Нас не интересует, куда эта группа прилетела, вправо или влево. Нас интересует, в принципе, собирается ли группа. Ощущения стрельбы очень, кстати, близки к Глоку 19. Отдача такая, достаточно выражена. Но спуск поприятнее, покороче, позволяет потому стрелять чуть-чуть быстрее. Я уверен, что в динамике это все тоже очень хорошо скажется на контроле спуска и, скажем, на контроле пистолета и на скорости серии. Ну, опять же, зарядим, посмотрим. И переходим, давайте сразу переходим к ДБ-9, чтобы... Я возьму их сразу оба. Так. Начнем мы, наверное, с полноразмерного пистолета. Малыша этого, кстати, да, видите, компактно помещается в кармане. Интересно. Ох ты, что такое? Это такой спуск, что ли? Бляха-муха. Очень длинный ход. Ладно, пошли посмотрим, стало интересно, куда-то оно стреляет там. Да. Четыре плюхи. Четыре плюхи из пяти. У Дэймон Бэка точность явно не его конек. Давайте даже не будем клеить это все оставляем как есть. И давайте уже стрельнем из ДБ-9. Я, наверное, все-таки стрельну там три раза. Ух ты, какая жуткая тема вообще. Боюсь его трогать. Ох, как он по пальцу дал. Короче, поверьте, сейчас на этом обзор наш закончится. У меня занемел палец от стрельбы. Разряжать, в смысле разряжать, стрелять больше я не буду по этой мишени, потому что из этого пистолета это точно, я могу сказать, что это пистолет последнего шанса. И давайте сразу ради интереса возьмем пять патронов для ЧЗД Шэдоу 2 и стрелнем с ЧЗД Шэдоу 2 где-то в центр мишени. Смотрите. Вот это ЧЗД Шэдоу 2. Т. Точность. Вывод. Вывод такой, что вот эти пистолеты точно не предназначены для того, чтобы из них стрелять на соревнованиях. Это все-таки пистолеты постоянного ношения. И, соответственно, давайте уже попробуем тогда эти пистолеты к такому близкому самооборонному самоборонным нагрузкам и посмотрим, можно ли из этих пистолетов стрелять в динамике быстро по группам мишеней на таких очень близких пистолетных дистанциях. Такой себе Сикюби бой. Клосс Кватер Баттл. В общем, заряжаемся, заряжаем там по 10 патронов, 5 металлических мишеней, стреляем, а дальше уже высказываем ощущения по плану. Идем мы в этом же порядке, в котором мы начинали сам весь обзор. Давайте даже начнем, блин, у меня пистолет здесь. Начнем с того момента, с момента заряжания и самой стрельбы. Что я буду отмечать в обзоре? Во-первых, контроль этого пистолета на мишеной обстановке. Во-вторых, насколько быстро можно делать переносы в этом пистолете, этим пистолетом, а в-третьих, ну, как это скажется, вот вся эта конструкция скажется на отдаче. Ну, попадает он, конечно, везде. В общем, попасть, попадать из этого пистолета в грудную мишень с дистанции 10-15 метров можно смело. Годится ли такое изделие для самообороны, для постоянного ношения? Вы знаете, да, я считаю, что да. Что это интересное решение и такой пистолет, этот Ругер ЕСИ-9С, он достоин того, чтобы где-то болтаться в кармане в качестве дополнительного оружия. К слову, сразу, у меня ЧЗ заряженный. Вот интересно. Ну, как бы, тут понятно, что сравнивать здесь нечего, но вот что такое контроль пистолета, который предназначен для того, чтобы быть контролируемым. То есть, я к тому говорю, вот вы спрашиваете, вот ну попал же, а вот так вот выглядит разница между тем, как должен работать пистолет, да, и как вот, и как работает самооборонный пистолет. Я думаю, что сейчас мы перейдем к следующей модели Ругера, и он должен показать какие-то более интересные результаты в контроле. Ну, вот что касается ЕСИ-9С, да, он, в принципе, достоин, опять же, достойный представитель такого самооборонного, самооборонного пистолета. Не переключайтесь, я схожу за следующим оружием. Следующий пистолет это Ругер СР-9, ох, этот спуск. Закончились патроны. Ну, Ругер СР-9, как бы, на самом деле, достаточно контролируемый, как для страйкера пистолет, но, но за счет этого длинного спуска он позволяет, он заставляет, он заставляет, как-то, ну, по-другому нажимать. Короче, привыкнуть к нему можно. Купил бы я себе такой Ругер, а, блин, я вам забыл показать, кстати, интересный момент. Это, я подберу гильзу, смотрите, как работает у этого Ругера. Купил бы я себе такой Ругер, закончу мысль, я бы скажу, что да, вот как бы, как пистолет за такие деньги, которые он продается, он стоит меньше тысячи долларов у нас, я бы этот пистолет купил. Гильза поддаваться не хочет, потому что она упирается. Я сейчас попытаюсь ее запихнуть в патронник. Кстати, обратите внимание, какие хорошие колы-то, на этих гильзах, на капсуле. Смотрите, вот как работает индикатор взведения, индикатор наличия патронов в патроннике. Чисто визуально, сразу понятно, даже при ярком свете, что здесь красная полоса, пистолет заряжен. Во-вторых, если он находится в кабуре, очень понятно, тактильно, что пистолет тоже заряжен и еще и дублируется неавтоматическим предохранителем. В общем, если честно, пистолет мне, а, предохранитель надо снять, пистолет мне понравился очень сильно. Я бы хотел себе такой пистолет, даже чисто для коллекции, несмотря на этот, немножко такой, не очень спуск. я поставлю поппер. Остался из ругеров у нас Ruger Security 9. Ruger Security 9 это таки аналог официей, вOUR пистолет, ну, нормально. Нормально работает. Такой, как бы, да, на фоне этого всего спуск у него позволяет развить темп. Вот, короче, резюме. Из того, что сегодня мы стреляли, из всего, Вот этот Ruger Security 9 оказался самым контролируемым пистолетом Я вам скажу, что с него можно вот прямо выжимать какой-то темп Спуск у него коротковат Вот, вот как бы Свободный ход, у него двуступенчатый спуск Свободный ход короткий И после стрела короткий Конечно, он даже близко не подходит к примеру, к ЧЗП-10Ф По длине спуска у него спуск короче, чем к примеру У Смит Вассенов МП-9 Я сейчас перечисляю модели, которые, скажем, популярны в наших широтах Он близок к Ruger American Pistol И вообще близок к обычному стандартному Глоковскому спуску Давайте еще сейчас простреляем Diamondback И дальше уже делаем какие-то заключения Так, в руках у меня Ruger AM2 Ого, Ruger, извините, оговорочка по Фрейду В руках у меня Diamondback AM2 Я поставил большую ручку Вот ради интереса, как это будет выглядеть Прицельные здесь такие Вот как бы как ранний-ранний Глок Вот прям Глок первого поколения В руках ощущается Ну как он ощущается? Я же не говорил, как он ощущается Никак О, бля, это спуск Я опять не могу нажать Потому что слишком длинный холостой ход Вот это все холостой ход Не могу устать Ну, подклинил Ну, честно говоря Честно говоря, такое в себе Какое-то ощущение от него Достаточно странное Ладно, давайте добьем Может я просто Может я просто не привык Ну, в общем Если привыкнуть К этому оружию Ну, другера ему еще далековато Если честно И давайте вот этого Маленького монстра В 9х19 Сначала этот пистолет Опасался Да, он бьет по руке Но с другой стороны Ёлки-палки Это 9х19 Это маленький ужас Так, я его не зарядил О, теперь зарядил Надо его держать крепче Бля, как его держать Там еще один патрон Ох Я себе палец отбил В общем, вот ДБ Вот не лучше ДБ-9 Пусть карабины делают Э, дай мне ДБ-9 Пусть карабины делают Карабины У них получаются классные Если сказать серьезно Я боюсь снимать Так, со спуска С этого Затворной задержки снял Если говорить серьезно То вот этот ДБ-9 АМ-2 Это еще что-то похожее На самооборонный пистолет Который действительно Можно купить Его там Оставить Где-то в бардачке машины Это то, что Из чего вы часто Стрелять не будете И, ну, то есть Как бы ясно Что с таким Как бы С такими габаритами С такой концепцией Вы явно Не стрелок Практик на стрельбище Для того, чтобы Вы просто купили Он лежал И при нужде Выстрелил Да, этот пистолет Неплох Но вот Для того, чтобы С него что-то выжимать Ну, как бы Он и стоит Столько, что С него как бы Выжимать Ничего не хочется В общем Такое спорное Очень спорное решение Давайте подойдем Тогда к столу Где находятся Наши все пистолеты Короткое резюме А дальше Как бы Уже В комментариях Попрошу вас Обязательно Высказаться И высказать Свои какие-то мысли О самооборонных пистолетах О вашем опыте эксплуатации Упомянутых пистолетов И о том Каким он должен быть Поэтому Мы переходим к столу А вы Не переключайтесь Ну что Насмотрелись На пакистанскую лавку В Тверовском стрельбище А теперь к выводам Значит Господа Что касается Вот Самих выводов Об этих пистолетах Эти пистолеты Даже и не претендуют На то Чтобы тягаться К такими грандами Как к примеру Вот тот пистолет Который у меня в руках Соответственно Мы подходим к ним Сейчас в своих выводах С точки зрения Того Что мы Готовы потратить Каких-то там 500-700 долларов Ну В условиях Наших реалий Если бы вдруг Приняли закон С оговорочкой Да Ну Закона пока Как бы не приняли Но если примут И вот эти пистолеты Будут стоить В этом диапазоне 600-800 долларов Готовы ли мы Потратить эти деньги И Что эти пистолеты За такие деньги Нам дадут Эти пистолеты Нам дадут В конечном итоге Дадут нам возможность Таки Положиться на них В экстремальной ситуации Каждый из этих пистолетов Понятное дело Имеет свои какие-то Плюсы и минусы Если мы говорим О пистолетах Такого формата Это Пистолеты Последнего шанса Которые Наносится в кармане Брюк По большому счету Вот такой Макаровский Макаровский дизайн У него ужасно Конечно Слово Макаровский дизайн Я вообще Макаров очень не люблю Потому что Это не мой Фаворит Вот эти маленькие Пистолетики Дадут возможность Таскать его с собой В дамской сумочке Будучи постоянно Заряженными Что касается Даймонбека Кстати Из-за того Что здесь Из-за того Из-за предохранителя Это в принципе Не страшно Для этого пистолета Потому что В тот момент Когда вы будете Выжимать Этот пистолет Можно выпить кофе Например Или там Уже пока выжимаете Спуск Договориться с нападающим Что вот-вот Сейчас он выстрелит Я сейчас дожму У тебя есть время Подумать и не нападать Но тем не менее Он выстрелит И этой штукой Можно попасть На 25 метров В человека Давайте Кстати Даже ради интереса Я уже Поиздеваюсь Над своими пальцами Заряжу 3 патрона И вот посмотрим Можно ли попасть В человека По металлу Чтобы туда не бегать Три раза подряд Из этого пистолета Я думал Что можно это сделать Он металлическое мишень Она находится На 10 метров ближе Мисс Есть Есть Короче Из этого пистолета Можно подстрелить Человека Даже с такой дистанции Ну правда Не с первого раза Соответственно Вердикт Принимается Как самообороны К пистолетам Принимается Второй момент Вот этот Мой Нелюбимый Макаровский дизайн Этот Ругер ЕСЕ9С Ну Достаточно В стрельбе Контролируемая пушка На 25 метров Он попадает Как бы Для субкомпакта Да Или как он правильно Называется Пистолет Короче Для пистолета В таких Габаритах И в таком дизайне Вполне достойный результат Он оказался Контролируемее Гораздо Контролируемее Чем ДБ-9 Это сказывается Наверное Скорее всего Из-за системы Запирания Вот И Позволяет Его точно С таким же Успехом Таскать Но если бы Выбирать Из этих двух Я бы выбрал Ругер Переходим дальше Ругер СР-9 Ругер СР-9 Это фуллсайз Пистолет Без претензий Это хороший Страйкер Он достаточно Нормально Будет работать В тех реалиях Но опять же В каких реалиях Кто его купит Купит его Просто тот человек Которому понравится Визуально И как пишут На формах Хорошо сидит в руке Ну как это Он хорошо сидит в руке Вот тот плохо сидит в руке А тот хорошо сидит в руке Не хорошо сидит в руке А достаточно эргономичен И подходит Для динамической стрельбы Вот этот пистолет Достаточно эргономичен И подходит Для динамической стрельбы Но Например По ряду моментов Которые мне не понравились Прежде всего Это спуск Вот все понравилось в пистолете Кроме спуска И отсутствия насечек здесь Этот пистолет Как бы Такое Спорное решение Но Как самооборонный пистолет Постоянного ношения Да Вполне Вполне себе достоин По АМ2 Даймондбек а м2 дешевый пистолет который не жалко купить бросить бардачок и таскать с собой где-то в дамской сумочке или там как очень любят эти телохранители с браслеткой на пузе там это просто дичь конечно под таймер такой стрелковый просто достаньте посмотрите и ваши 4 секунды извлечения и полторы секунды приведения прицеливания это на самом деле покажется вечностью я с такой скоростью могу влепить вас 10 раз перезарядить еще раз пять попасть может есть что касается вот этого пистолета вот этот вот из того что мы здесь все видели ruger в модели security 9 ушел далеко вперед и вот это наверное является таким эталоном среди самооборонных пистолетов средний габарит 15 патронов неплохой спуск неплохие прицельные как бы и достаточно достаточно неплохой контроль в серии соответственно как бы из того что я сказал фаворита однозначно у нас пистолет этот но все остальные все остальные да любые пистолеты главное чтобы он у вас был все остальные тоже могут претендовать на роль защитника вашего вашей жизни что касается чизай шаду 2 это чизай шаду 2 пока